Мой фильм о войлочной вышине Лучший виноградарь, это кто не знает, вообще он известен хорошо, но все равно так не бывает, чтобы все знали. Александр Петрович, это говорит Железов, который уже по-моему имеет право на такие оценки. Лучший виноградарь с прорежья Енисея отсюда и до Красноярска, это как минимум. А учитывая, что Красноярск это вам не Сочи, наверное и до Норильска и до Северного океана. То есть правобережье, Красноярский край, про Хакасию говорить не буду, там я не всех знаю, но Красноярский край, вот он перед вами представлен. Он привез свою гостью, это милая женщина, милая девушка, она еще и в Аграрном институте учится. Вот, поэтому я Петровича принимаю как дорогого гостя, сейчас я буду проводить дегустацию, и о том, что мне нужны объективные, как бы их назвать-то, не просто свидетели, а соучастники, но достаточно объективные. Вот, и вот еще его сын. Смотрите, что получается. Мы с вами, я вам показал маточные, маточные войлочные вишни, я вам показал вишню соседа, мелкую, абсолютно несъедобную. И сейчас мы подошли, а чем я буду в это время угощать? Черешни кончили вчера. Вот, сейчас, раз уж я загорел черешни, вот еще одну мы не обследовали, а она еще, вот она, зеленая. Я вчера смотрел, мелкие зеленые ягоды. Брянская розовая отстает капитально от этих, от черешни Боднера и моих этих самых сортообразцов. Ладно, ну мы пришли сюда ради вишни. Ну, думаю, хотя бы угощу волочной вишней. Так, а дело в том, что я совершил одно кощунство. Считается, что вишню, которую с косточки, улучшить невозможно. Она как? Вот сто косточек посеял, если где, Петрович, прервайте меня, если скажете, все наоборот. Так раньше бывало. Вот. Из них получится на некоторых такой же вкус, как и у вишни маточной. А у вишни маточной может быть изначально невкусная. И жди от него крупных плодов вкусных, не дождетесь. Но даже если они крупные вкусные плоды, а с них взяты косточки, то разброс огромный. Вот я вам показываю этот разброс. Вот, смотрите сюда. Это и вы, гости, смотрите. Ну что, критики не выдерживают, даже пробовать не обязательно. Сладость исключена, я уже сто раз проверял. Раз, да? Вот. И тут обратите внимание на одну такую вещь. Вот сейчас, если получится. Вот это вот плодоносит или... А, нет, нет. Видите, на войлочной вишне привито персик. Ну, плодов нет? Нет. Но мы найдем другой. Да какой? Идемте сюда. Итак, вот это назовем середнячок. Чем они хороши? Они как подвоенные косточки хороши. На них можно привать. Я уже говорил. Да хоть абрикос, хоть слива, хоть что, но не советую. А персик советую. И так, значит, если гости вот уже попробовали, вы убедились, что вкусовые качества низкие? Конечно. Низкие. Но принцип тот же. Чем дичее, тем морозостой чее. И, соответственно, лучше подвой. Значит, если, Петрович, будете у себя заниматься в войлочной вишне, раз, и ее производный персик на войлочной вишне, вот этот куст, напомните мне, о чем шла речь, раз. Теперь пойдем по принципу лучше и лучше. Вот на эти войлочные вишни, а действительно мы обречены, не дают отводков, так? И что ты будешь делать? С косточки вырастет не весь что. И выросли не весь что. Давайте пробовать вот эту. Дело в том, что здесь был привит персик, и он погиб. А крупнее? Да, когда немножко даже помоем. Ну, самый главный вкус. Меня интересует качество, сколько у них сахара. Вот. Я вам предложу несколько, и хочу, чтобы вы появились в настоящий дегустацию. Лучше? Лучше. Согласны, молодой человек? Согласны. Так, это, поставьте в ученики ко мне, раз он на нашей стороне. Да, гораздо сплачее, да. Теперь не все. Вот здесь был персиковый куст. Ну, то есть общий корень имел. Пробуйте вот эту. А сюрприз я приготовил напоследок. Да, заглядка. Мне все равно, что вы скажете. Кистое, вкусное. Кислинка есть, но приятная кислинка. Приятная, да? Очень приятная. Ну, и, наконец, мой сюрприз вот этого, что вы сейчас дерете. Тут тоже? Да, вот это я понимаю, конечно. Ну, вот. Кудное яблочко. Я думаю, что что-нибудь. Так, так вот, друзья. Сейчас рядом со мной стоят два специалиста. Одного я уже представил, потому что Александр Петрович лучший виноградарь. Но дело в том, чтобы стать лучшим виноградарем, его обширное познание в целом в садоводстве таково, что в редкий случай, когда можно с ним разговаривать на равных. И девушка Елена, студентка или преподаватель? Студентка, да? Полностью название института. Агроэкологических технологий, кафедра плодовощеводства. Красноярск, так. Дело в том, что единственный случай, у меня была студентка на практике, девушка Юля Матвеева из этого, из Омска. Ее чудом отпустили. Чудом ее отчет о производстве прахи признали, потому что она училась у садоводой любителя. Это вообще история скандальная почти. Так вот, значит, если вам предстоит сделать карьеру, если все, о чем мы сейчас будем говорить, не будет признано наукой, вы можете стать таким же изгоем, как мы. Я, кстати, Петрович, я за вашей карьерой не следил, вас, так? Вот. Вопрос, извините, я специально для прикола говорю. Вспоминаем, красноярское научное учреждение есть, причем научное не чисто педагогическое, а настоящее, от Бога, от земли, от саки. В Шушенском есть, так? В Минусинске есть, так? В Абакане есть, так? Виноградом занимаются? Нет. Нет. Скажите, пожалуйста, я вам говорю, как спрашиваю специалистов, поверьте, я не то, что здесь выкаблучше, я в данном случае хочу знать правду, и хочу, чтобы эту правду знали все. Виноград, такой, как у вас, слаще меда, он может здесь у простых людей жить? Да, конечно, может. Почему они занимаются, говорите, ваши коллеги? Ну, это вопрос, никто из государственных сортоиспытаний до сих пор не проводит и не проводил. Сейчас вот у меня примерно 70 сортов испытано, остальные как бы идут, постоянно выкорчевываются, что не идет, выкидываются, сажаются новые, и процесс идет, подобраны отличнейшие сорта, которые у нас и вызревают, и, кстати, идет акклиматизация постепенно, действительно, очень неплохо стали реагировать сорта на наш климат, и уже и вызревают, и лоза, и ягоды, и не хуже южной. Ну, во-первых, я могу подтвердить, чем? Значит, два года назад состоялся мой последний семинар. Я вас пригласил как почетного гостя, вот, и вы нас всех накормили именно своими, вот. Вот, подозревать не надо, что вы купили у ежан, нет, так вот, дело в том, что, получается, что у меня своя отрасль, там абрикосы, там персики, черешни, у вас своя. Получается, вы тоже на 100 лет вперед заглянули. Ну, да, возможно, здесь, по крайней мере, раньше не занимались, никто не брался за это дело. Я думаю, так, перспектива хорошая. Ну, что ж, ладно, но в данном случае не я у вас в гостях, вы у меня в гостях. Значит, я на вас сейчас оторвусь по полной программе. Дело в том, что я надеюсь, что эту передачу посмотрим 100 человек, потом 1000, 10 тысяч, вот. Вот, а потом видно будет. И еще, если однажды ко мне приедут все-таки с Москвой, вот. А не интересно, когда мне сказали, в Москве, по вашей методике, собирается круглый стол. Вы знаете, какой пустяк? Меня забыли пригласить. Пустяк, конечно. Ладно, теперь, пока мы с вами из Гои, вы да я здесь, в этом краю. Ну, добавим Боднера, волшебника, да? Таню Жестовскую, чудо. Так? Вот. Наших ребят, которые производят саженцы лучшие в России, не перешли на это клоновые эти самые подвои. Вот и все. Вся наша компания. Ну, добавимся скоро, Елена. Добавится. Красноярск теперь представляет. Представьте, пожалуйста, вы здесь не случайно. Давай-давай, мы светимся на вашем сайте. Давайте вы. Наталья Быстрова. Так. Красноярск. Нет, мало. А что сказать? Так, хозяйка сайта. Ну, хозяйка сайта. Главное, я очень хочу, чтобы у всех был свой сад. Потому что я с ваших саженцев начала, у меня все прекрасно растет. Пока не плодоносят, но я уверена, что... Так, слава богу, год прошел. Ничего не вымерзло из тех, кому я это все привезла. И все просят снова, чтобы это как-то вот ближе к народу было. Потому что получается, что к вам не каждый может доехать. В официальной торговле это не представлено. Поэтому меня просто просят. Все понятно. Едите привезти. Поэтому я по призаду. Ну, ладно, ваши слова дорого стоят. Но дело в том, что... Вот Корнярский абрикуд, да, видите? И у вас он не вымерзает, да? Но он у меня 30 лет. Пора действительно в Красноярск. А вот черешня. Вы завтра рискнете и обожгетесь. А мы что делаем? Это самое... Ну, Сергей, практическое воплощение саженцев. До этого не дошло. Сейчас я к вашему призу пытался, надеялся, что я их подскажу. Вам интересно? Нет, значит, там это самое... Чай пьете? Нет, дело в том, что пойдет вещь о серьезных вещах. Я с удовольствием послушаю. Вот, теперь, когда я познакомился, узнал, кто что стоит. Узнал, есть для кого рассказывать. Давайте я буду рассказывать. Съемка идет. Смотрите сюда. Значит, уж на что... Корнярский абрикуд в Франции. Пошел? Пошел. Потом Петрович я вам показывал за забором. Это полностью, садными руками посажен. Бельгийская лесная красавица, груша, суперсладкая. Пошла, пошла. Следующий этап. Я говорю сейчас со специалистом и будущим этим. Кем вы будете? Агрономом? Не знаю. Да, агрономом. Дело в том, что слово агроном у меня сразу ключевое. У меня сразу по Фрейду. Значит, несколько десятков человек, практически со всех республик и областей, сказали. Мы обращались к агроному. Нам сказали, у нас ничего расти не будет. Имелось в виду. О персике, про них и речи нет. Имелось в виду, абрикосы не будут. Сливы не будут. А уж сливы не вырастить. Это как... Обычно хорошо, если вишня у людей есть. Итак, значит, как продвигается путь вперед. Вот один из примеров. Значит, здесь получилось как? Была вишневая прививка. Сейчас поймете, к чему я клоню. На нее была привита черешня. Вот она вишня. Вот она черешня. Прошло время, и черешня задавила вишню. Тут спору нет. Что такое задавила? Да стоит ей крона победит по росту, да? Все, закроет от света и прощай вишню. Вот. И здесь сейчас рождаются интересные вещи. У них теперь общий корень. И постепенно становится... Это кощунство страшное, я говорю. Вот. У них теперь здесь бродят гены вишни. Надеюсь, те, которые отвечают за морозостойкость. Кстати, считается, что нет таких генов, которые отвечают за морозостойкость. Но это уже тема где-нибудь. Надо за бутылкой. Вот честно, надо напиться, осмелеть. Вот. Потому что это кощунство все, что я говорю. Вот. Даже слушать такое кощунство. Вы должны сейчас хлопнуть дверцей. Нет? Вот. Повторите, все правильно. Все правильно. Вот. Да, дело в том, что мы не первые день знакомы. Вы примерно знаете, о чем я сейчас скажу. Ну, пусть будут для студентки. Итак. Значит, здесь гены вишни. Здесь гены черешни бродят. Вот. Что получается? У меня бывало до того добродет гены черешни, вишня погибала от мороза. Вот. Что я добился? А при этом косточка, плодик оставался кислый. Это крайний случай. Итак, исключаем случай. Получили не морозостойкий и не вкусный. Не то, не то. Так? Остается вариант. Нам нужен сладкая черешня и морозостойкость вишни. И я вам показал чуть раньше. Мы проходили мимо. Я вам показал плоды вот такие. Здесь вот такие. Вот. Явно вишня черешня гибрид. Так. И у меня есть уже съемка. Там у меня второй. Уже настоящий. С тремя поколениями плодоношения. Вишня черешня гибрид. То есть. Вот это один из примеров, что получается. Вот Красноярск. Когда это. Там и вишни-то ни черта не могут. Здесь по России не могут. Так же? Как можно мечтать о черешне? А я жду. Если будет этот лист. А еще не вечер. Он может два раза меньше в размерах. Потом получим плоды. Они окажутся в разы меньше. Пусть как ногти. Вот этот вариант ждет вас. Почему? Пока у меня два таких случая. Вот. Мы же не зря говорим. Институт не занимаясь. Там можно было бы с двух сделать. 20-200. Ну. С одного дерева. Его можно получив. Готовое. Явное. Сто процентный гибрид. Он подтвердит. Вегетативный. Так. Может же. Там же веток на 100 привек. Хватит. А кто будет этим заниматься? Вот так. Вот так же как ваш виноград. Ну ладно. Это один пример. Это просто наболело. Вот сейчас пойдем. Я вам еще какой-нибудь пример покажу. А потом вы заскучаете. Потому что жарко. Сейчас на ваших глазах. На ваших глазах. Красная малина была собрана. Видели? Вот. Ирина Васильевна. Да? Поэтому не так ярко видно, как хотелось бы. Дело в том, что сегодня, если не ошибаюсь, 10-е. Июля. Всего лишь. Вот. Обычная малина, как правило, в это время только начинает плодносить. Это не каждый сорт. А она должна начать в сентябре. А как я добился того, что на два месяца раньше это случилось. Вот. Вот видите, все в этом. Тут не так много кустов. И зимой на зиму вся была вырезана, как положено. Но их хитрости из моей жадности. Все вырезана, замерзать нечем. Болезней нет. Все правильно. А за одно лето и вырастет, и защищает заплодность. А я нашел вариант для Сибири именно. То есть, вот это вот новое поколение, так, оно еще и близко не собирается, да? Начало июля. Но до зимы должно успеть. А было лето холодное одно, когда вообще не успело. Получается, что от каждого куста оставляем пару штук, как обычно, двухлетнюю малину. Результат, видите, это, кстати, после сбора уже малины. Вот это вот. Но у нее непрерывное цветение еще будет долго. И где-то через месяц она прекратится. Так. И тут же вдогонку ей уже вот это поспеет. С этих же корней. Но действительно ремонтантная. То есть та, которая успела вырасти с нуля за этот год. Вот. Вот они, видите, торчат верхушки. Вот они. Вот это я хотел сказать. Так. Ну что это еще ради интереса? Ну вот она сейчас разглядывает, да? Знаете, как их? Вот видите, это ведущий лучший сорт груши. Вот. Если получится, то еще мечтаю. Тогда я назову, какой сорт. Потому что это у меня многодеряя, в принципе, одно дерево на всю планету. А переделки я сейчас хоть что-то заикнулся, вот, например, про вишню, черешню. Про груши пока не буду. Потому что они у меня должны были быть все, привитые на уссурийские дикие, быть, терять качество кусовые. Из десяти потеряла одна-две. А остальные даже улучшили. Потому что когда ко мне с Новосибирска приехала дама с сорокалетним стажем, уже пенсионерка, уже как просто отдачница. И сказала, что сорок лет занималась грушами, вот, и таких ни разу не пробовала. То есть, по двое отдельная тема, вот. Кстати, Петрович, с прошлого года много семян осталось. Хотите, поделюсь? Можно. Вот, но это потом, напомните, я забуду. Обещать-то легко с вами, знаете. Так, супер слива перед вами. Эх, елки-палки. Супер слива. Ну, что я скажу, через два месяца, это такой шедевр, когда ее разгрызаешь, обливаешься соком с головы до ног. А пока, ну как, зеленая, непонятная. Пойдемте дальше. Вот это когда-то была дорожка. Видите, что приходится делать? Вот вы меня подняли, да? И я вынужден, я боюсь отрезать, чтобы не искалечить дерево. Я вынужден вот так вот ходить на четвереньках. Вот. А вот так, смотрите, редчайший из венгерок. А знаете, почему редчайший? Вот. В этом году она измельчала, у нее были 100-граммовые плоды. Почему измельчала? Ну, видно уже, до 100 не дотянет. Но, тем не менее, ну, самое главное, в чем я убедился. Мороза вообще не чувствуется. Замечательная вещь, да? Вот. Пойдемте, удивлю вас. Вот так вот выглядят абрикосы. Тут их невиданное количество, но их очень плохо видно в листве. Так. Причем, это самое такое место под названием «Смешанный сад». Здесь происходит, извините за женщин, зажмите уши, происходит, так сказать, беспорядочные половые связи. Здесь самые роскошные абрикосы. Вон они, поглядите вдаль. Там уже сейчас плоды грамм 50, а будут 100. Вот. А иногда бывает и за 100. И тут же рядом растут дикари. Вот. А теперь смотрите, и тут же рядом растут другие шедевры. Вот. Сейчас я вам покажу. Теперь пойдемте сюда. А для чего я это показываю? Прямые половые связи – это здоровье деревьев. О чем меня предупреждали ученые, чтобы я такой бред больше не нес. Их это почему-то раздражает. А я говорю, беспорядочные половые связи – это здоровье деревьев. И что мне делать, если это действительно так? Потому что все как-то относятся к таким фразам. Почему-то как-то чисто, ну, с какими-то эмоциями. Хотя это действительно половые связи. Да. Вот. И такие чудеса. Выглянитесь, сколько тут плодов. А вот когда все это зажелтеет, покраснеет, их окажется в детстве отборщим вы видите. А вот они, настоящие мои дикари. Я сейчас сторонку отведу и покажу. Вот этим деревьям, самым взрослым, 6 лет. Да. Поверить трудно. Я сам не верю. Усепните меня. Проснусь, а я таранетка. Пойдемте, покажу самые крупные. Дело в том, что вы не помните, в каком году Курдюмов приезжал. Я же жил без памяти. Ни одной записи. Я. Ни одной. И что получилось? Смотрите на вот эти гиганты. Видите? На этого гиганта. И он на того гиганта. Вот это культурно, это дикий. Да? Вроде бы он приезжал в 2011. Вот этот квадрат, он был куплен годом раньше. И когда он приезжал, здесь росли прививки однолетние. То есть примерно в 2010 посажены. А сейчас в 2016. Допустим, на год ошибся. Тогда я им не 6 лет, а начало 7. Вот любуйтесь. Как это происходит? Мы с вами подходили к манжурцу, гиганту. Его последователи у меня лучшие за один год. То есть он сам вырастал за один год. Вот такой. А если на него привить, прививка на второй год становилась такой же. Вот такой и со скелетом. И потом прирост и шумащий. Вот так вот. А вот вам антитеза. Смотрите. Вот это вот абрикосики. У моего соседа растет дикий амур. То есть непривитый. Я его называю дикий, раз непривитый. Невкусные плоды. По размеру, как, допустим, манжурец. Но с окраской. Почти из красной. И вот я, примерно лет... Это было 6 лет. 5 лет назад я вот этот участок засаживал. А у него уже котики падали, порастали. А я задность-то несколько выкопал. Так. И посадил. Смотрите. До сих пор. Видите. Вот. Это уже другое дело. Вот если где-то у людей близко к грунтовой воде, и они не гонятся за сахаром, вот их шанс. Вот такие вот. Потому что вот этот вот и еще тут. Еще где-то. А, я уже пересадил. Вот этот вот, допустим. Так. И вот этот вот, тот старший всего на год. Вот этот. Ну, то есть, есть варианты. Ну, и это надо культировать. Почему я оставил? Карликом не назовешь? Ну, для кого-то шанс. Допустим, до воды 2-3 метра. Говорит, умру, хочу абрикос. Видите, вот этот момент тоже это. Я каким-то образом умудрился застолбить эту тему. Вот. Самые сладкие груши приезжайте, когда они поспеются, не пожалеете. Вот здесь вот интересный участок. На нем не росла даже картошка. Хуже земли невозможно себе представить. Вот. Так. А это означает, что деревья растут очень плохо. Видите? Вот это называется плохо растут. Ни разу не это, не политые. И ни разу не, это самое. Ни разу ничем не это. Не подкормленные. Для чего я это говорю? А для того, что по Мичурину это и есть самые взднестойкие растения. И вот отсюда от них идет путевка в жизнь. Не укрытые, не политые, не подкормленные. Вот. На самой бедной земле картошку бросили в участок, продали. Картошка не росла. Вот. И вот отсюда начинается дядя Ковина. Пойдемте, что я покажу, и дальше мне его жалко. Вот начинается персиковое царство. Вот видите, персик, персик. Так. Вон персик. Они у вас не укрытые? Ну, естественно. Уже не укрытые только. Один год Сергей обмотал два штуки, боялись, что это все персики померзнут. И когда он два обмотал, у него кончилось терпение. Вот видите. Вот тут уже предоставлено сами себе. Вот они, первые персики. Видите, вот они. Это первый урожай. Дерево жило в самых дичайших условиях. На них сухие ветки. Я с него веточки не брал. Иначе бы оно уже погибло бы. Вот. Ну, вот, пожалуйста, это вот первый встретился более-менее. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Ну, тут много и весь весь. Смотрите, сколько всего. Это матосинсат, он в чем заключается. Садится все без разбора. По принципу, захочет выжить, сам выживет. Все. Вот такой принцип. Вот получается. Кстати, жду первое плодоношение этой сливы. Никогда не смотрю на бирки, что там, что будет. Вот спера получше плоды, а потом наклонись, посмотрите, что там на ней написано. Это мой принцип. Это просто для того, чтобы как лотерею. Многие играют в лотерею не потому, чтобы выиграть, а нервы посекотать. И вот я щекочу нервы. Результат узнаю потом. И вот, наконец, персик. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре еще персика растут. Вот. На бирке написано Сеянец Минусинский. Вот. И этот Сеянец Минусинский, когда я добился стабильных урожаев, это год непоказательный, почему? И ветки пообрезал, и он начал болеть. Не болеть, а не помирать. Ну, в общем, видите, да? Вот. Надо было брать на прививку. Надо было делиться. Вот. И вот этому персику в этом году он весь болезненный. Вот. Я больше, наверное, не буду резать. Я ему дал новое имя. Почему? Персик Минусинский. Я дал такое имя, но это было временное. Теперь я назвал его Персик Бродский. Вот такой вот. Вот такой он, вот такой он, вот такой он. Персик Бродский. Все это неукрытое, все это за гранью реальности, все это вам меречится. Вот так вот. А Казанский, да, вот видите, прививал на волочную вишню. Мы вернулись, мы уже были с вами тут. Вот. И теперь я жду, какая будет волочная вишня, вот та же оказалась сладкая, и какая здесь будет, какой будет персик, как на него волочная вишня повлияла. Это все имеет общий корень. Персик, а вот вишня. Это все имеет общий корень. Корень один. Корень под землей. С одного стола один. Видите, как получилось здорово. Видишь? Ну, она удивительная. Вот это действительно удивительно. Запретите. Ну вот. Запретите, уже пошли. Задавайте вопросы, вы же специалисты. Ну что ж, восхищаемся. Что сказать? А вы знаете, что у меня это, я начинал с 20 прививок. Осталось три. Тоже ведь не... Хоть это опытный сад, хоть он и должен был погибнуть, все равно это самое... Три это сенсация. Вот видите, живой. Вот. И вишня волочная сладкая, это тоже сенсация. Значит, можно улучшать породу. А вопрос спорный, почему? Потому что... А вдруг персик у вишни уменьшил морозостойкость? А так... Ну ничего. Было бы кому продолжить это все. Это 60-е года, 70-е года. Ну, 70-е уже кончалось все. В каждой деревне в Шушенском районе был сад. Сейчас остатки еще остались. Дичка, подвой, который остался. Были, конечно, сорта еще не те, которые сейчас. Более полукультурка в основном. Но и были белый налив в стелющейся, в тланцевой форме. Давали, вот, Ермолаева, допустим, есть живые свидетельства, свидетели по 6 конных телек с одного дерева. 6 метров. Минуточку. Это можно в ведрах, килограммах? Ну, это просто телега конная. Можете в килограммах или ведрах? Ну, в килограммах даже не знаю. Но за 200 килограмм дерево. С дерева? Да. Стерющаяся форма. Вы серьезно говорите? Не упрывали. Может, 200 штук? Нет, правда? Нет. Нет, серьезно. Есть свидетельства. Да какой охрен этот, извиняюсь за выражение, рекордсмен? Да я мальчишка рядом с тем, кто был. Ну, это вот белый налив. Больше таких сильно сортов и не было. Но вот занимались, было. Было очень много. А потом меняются руководители, укрупняется хозяйство. Эти сады повырубили. И сейчас ничего не осталось. Так все-таки коммерческая составляющая или просто не хотелось? По-моему, просто не хотелось. Я сейчас не могу сказать это. Вот как бы я еще был, только родился или вот в то время. Вот мои сестры еще помнят вот эти сады. Зависит от руководителей. По-видимому, такая линия пошла центрального руководства, партии в то время. Но садов не стал. Все забросили. А чтобы никому не доставалось, просто их вырубали. Да. Акальский сад знаменитый. Вы там были хоть раз? Это на той стороне, на Ливобережье. Нет? Силокалы. Зато я был с директором, разговаривал. Посадили до войны. Я сам зашел к директору и сказал, я хочу все знать. И он говорит, до сих пор, говорит, через год. А это было 10 лет назад разговор. Ой, было 20 лет назад. Сейчас его нет. Но он был все-таки, такую пользу принес. Он столько пережил этот сад. И конец был печальный. Почему? Директор точно, он же не скрывал этого. Через год плодоносит. Что делать с урожаем, не знаем. Вот. Непрофильный, прочее. Вот так вот. То, что вы рассказали. Да, сейчас еще есть живые свидетели в Шушенском. Вот с Клубом Виноградой у нас, изюминка наша. Мы собирались, разговаривали. И вот эти вот свидетельства, живые, сейчас можно еще услышать. Более старшее поколение, кто захватил эти времена, есть. Действительно, были неплохие сады. Ну, конечно, разнообразие садов такого не было, как сейчас. Закрывались в стелющейся форме, как вот сады Крутовского. Закрывались вязанками конопли на зиму. Укрывали, не вымерзало. И вот таким образом получали. Да. Нет повести печали на свете. Дело в том, что знаете, почему я сейчас включил видеокамеру? Потому что ваша собеседница минуты назад что-то спросила, а есть ли промышленные сады и почему их нет? Потому что ответ нет. И второй вопрос, а почему нет? И дальше вы начали говорить про спонсоров, да? Где они? А зачем им в сады? Единственное, что убивает, то, что вот новые русские, те, кто еще не на Западе, дети и внуки, они же их отравой кормят. Ведь, наверное, на бедных, на столах хорошо, если морковка, да? Там, допустим, овощи какие-то, там картошка. А на магатом старе, что обязательно будут, эти роскошные яблоки канадские, там обязательно будут французские груши. Вот. А это же все отрава. И не бояться, и это, ну, это все ясно. Дальше говорить мы сейчас настроение себе испортим. Выключаю. Знаете, вот забыл в деревнях, как элемент культуры. Мне кажется, был всегда клуб, библиотека. И что такое еще культурное? Да, у нас сад, свой сад. Наверное, они его использовали, может быть, как парк даже, да, во многом. Гуляли там и так далее. Но мне кажется, это элемент был культуры. Ну, это было в Европейской России, а в Сибири, разве было? Нет, ну, ты имеешь в виду, вот сады в деревнях. Это было что-то вот особенное. Нет, ну, дички же сейчас с аллеи, там, в те времена засаживали. В Красноярске такое, на этой дичке, там, вдоль аллеи было вообще полно. Подвои, подвои сейчас остались. Сады были как кукушкины, да? Даже в покровке, вот сейчас, ну, заросли, я еще помню, захватил, когда вот тут сады не стало, раненки кислые, кучами были. Потом это осталось, сейчас одна дичка, этот подвои пошел. Там деревья большие, сейчас надеюсь, румяк, волосы. Лена, у нас же еще стад юнатов, да, был, вы помните в студии? Он есть у нас до сих пор. Я иногда проезжаю, но у меня тут печальное учение, конечно, такое составляющее. Там, на задах немножко осталось. Там же тройки вокруг. Выстроили дома. Да еще слова такого не знают молодежь, юнаты. Ну, как они знают? Ну, откуда они знают? Ну, вот девушка молодая, вполне все знает. У меня ребенок, вот вроде 9 лет, я ему про социализм много рассказываю. А что ты перечал? Все, все найдут. Обязательно. Мой ребенок прекрасно знает. Он вот здесь увидел памятники Ленину, какие-то лозунги, говорит ооо. Я говорю, правильно, а кому оно мешает? И что тут плохого написано на самом деле? Слава труду. Что в этом плохого? Никто не стеснялся работать. И раньше профессия агроном, это был первый человек в селе. А сейчас я, когда своим родственникам рассказываю, что я учусь на агронома, они всем знакомым рассказывают, она ландшафтный архитектор. Потом, значит, как-то начали. Потом стали одна мне родственница говорить, ну и что ты фермершей станешь? С таким презрением, как быть-то человек, который работает на земле, это вообще фиг. А сейчас она, правда, стала говорить. Да, агроном. Перестали стесняться. Перестали стесня. Перестали стесня. Перестали стесня. Перестали стесня. Продолжение следует...